И всем привет, ребят, с вами Строманик, и сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обзору на новые устройства, которые появятся у нас в игре уже совсем скоро, из нового ивента Rally Tankar, сегодня обсудим их, рассмотрим устройства с точки зрения их характеристик, чуть-чуть пофантазируем, ну и предположим, какие из этих устройств могут показывать себя очень сильно и круто. Таких устройств у нас три, которые будут доступны за этот ивент за, получается, третий, четвертый и пятый заезд, количество игроков, которые получат эти устройства, будет ограниченное, и что-то мне подсказывает, что их вообще будет в районе где-то около тысячи, может быть даже и меньше, Так как, во-первых, вам нужно набить звезды, во-вторых, вам нужно находиться в той самой фракции, которая номинально готова забирать призы, да? То есть, которая будет, например, находиться в топ-3, которая будет находиться в топ-2 и которая будет находиться в топ-1 в этом замечательном ивенте. Если вы эти позиции занимать не будете, то, соответственно, вы призы не получите, поэтому здесь есть доля рандома, есть доля везения, есть доля набития вами лично звезд, ну либо покупки звезд, дабы получить эти редчайшие награды. Но я думаю, что особо сильно расстраиваться не стоит, если вы их не получите, так как, как показывает практика, после таких ивентов эти устройства начинают появляться в других ивентах, в других ультраконтейнерах, ну либо в том же самом вызове принят. Да, поэтому особо сильно там расстраиваться не стоит, если вы здесь это устройство не заберете, знаете, что оно в ближайшее время, ну может там не в супер, конечно, ближайшее, но там в районе где-то полугода они все равно появятся в нашей игре и их можно будет из других мест достать и получить, если они, конечно, будут редчайшие и очень и очень сильные. Что же касаемо устройств, то здесь у нас есть три устройства, два устройства на молот и одно устройство на вулкан. Начнем с устройства на вулкан, оно, ну, наверное, довольно дефолтное, это обычный вулкан с подавлением, который критическим уроном наносит статус эффект подавления. Именно критическим уроном, не на постоянной основе, как, например, работает на твинсе, на жиге, на фрезе, да, и в этом плане лично мне кажется, что оно не будет супер актуально, а если и будет актуально, то вулкан не находится на сегодняшний день в хорошей мете. Если бы это устройство работало бы на постоянной основе и каждая бы пулька наносила подавление, то я думаю, что это было бы лучше и это бы работало бы намного жестче и сильнее, но так как это устройство работает исключительно от критических уронов, то что-то мне подсказывает, что оно не будет сверх жестким и актуальным. Дальше, что касаемо устройств на молото, сейчас мы быстренько давайте проскрулим наверх, там есть такая кнопочка, которая сразу нас перекинет на молото, чтобы мы долго здесь не искали ничего, крутим вниз. Есть два устройства, одно называется штурмовая кассета, второе устройство называется крупнокалиберная картечь. Если с крупнокалиберной картечью примерно все понятно, то что каждый урон в обойме, каждый снаряд в обойме наносит противнику повышенный урон, то есть у нас каждый выстрел наносит плюс 70% урона. Это плюс-минус такой же самый урон, который наносит у нас блендербаз. Только здесь у вас будет в кассете три выстрела, а там у вас один выстрел с довольно быстрой перезарядкой. Также с повышенным этим уроном у нас перезарядка между выстрелами увеличивается на 80% и сама перезарядка увеличивается также на 80%. То есть, грубо говоря, мы имеем молот, который наносит единоразовый сильный урон, но с большей долей перезарядки. То есть, дольше перезаряжается, на дистанции может работать, наверное, неплохо, но что-то мне подсказывает, что, например, тот же блендербаз будет в матчмейкинге смотреться интереснее, чем вот подобного рода устройство. То есть, если я в своей голове представляю, например, реализацию хоппера с молотом, то какого бы устройства я бы лучше выбрал, я бы выбрал блендербаз. То есть, ты наносишь большую тычку, чуть прячешься, потом добавляешь опять тычку, если надо, ну, либо просто этой тычкой ваншотышь оппонента и все. Здесь у тебя три таких выстрела, а дальше у тебя идет долгая перезарядка. А на блендербазе у тебя каждый выстрел с одинаковой перезарядкой. Поэтому, в моем понимании, наверное, все-таки оно не будет сверх жесткое и такое нагибаторское. Но это чисто на бумаге, как оно будет на самом деле, это мы уже сможем рассмотреть только в том случае, когда я получу эти устройства на свой аккаунт. Ну, хотя бы на спецаккаунт после окончания этого ивента, чтобы я мог их затестировать. Ну и второе устройство – это штурмовая кассета. Это также устройство на молот, которое у нас перезаряжается намного-намного быстрее и отдачи у нее нет. То есть, из тех параметров, что здесь написано, ну, вообще, из характеристики описания, то, что предназначено для дерзких и рискованных атак, пушка стреляет очень быстро, будто винтовка. То есть, в моем понимании, это вы просто зажимаете кнопочку выстрела и у вас моментально три подряд выстрела летит. Да, и потом идет перезарядка. При этом перезарядка еще тоже ускоренная. Соответственно, у вас, ну, грубо говоря, автопушка. Грубо говоря, автопушка, которая наносит очень и очень быстрый урон по оппоненту. Из минусов. 50% минус критического урона. Сила удара 80% тоже минусовая. Ну и при этом число дробинок на выстрел 10. То есть, это работает следующим образом. То есть, в упоре этот молот будет очень круто работать. Как только дистанция разрывается между вами и противником, то есть, становится где-то среднее, выше среднего, либо даже от малых к средней, то этот молот уже не будет наносить фул урон. В упоре он будет работать суперэффективно, будет очень плотно накидывать урон по оппоненту. Но как только дистанция будет разрываться между вами и противником, сразу эта молотая эффективность будет становиться значительно меньше. Также, скорее всего, это устройство будет интересно работать с викингом. Также на легком корпусе по типу васпа, харька и хоппера. Хоппера, наверное, в приоритете. Это устройство можно будет реализовать. Ну и, в моем понимании, наверное, оно будет эффективнее всего реализовываться как раз-таки в тех режимах, где вы будете въезжать на базу противника. Это, ну, может быть, дефолтные CTF-ки, регби, да, то есть, где вам нужно привозить мячи и флаги. Вы просто въезжаете на базу, сливаете тех оппонентов, которые пытаются дефить, ну, а дальше просто улетаете с молниеносной скоростью. Ну и, может быть, там по пути, если кто-то встречается, сразу в упоре разбирайте. То есть, грубо говоря, у вас ближнебойный молот, но, по идее, он должен быть сильнее, чем даже продув. То есть, с такими характеристиками он должен быть суперполезен. Поэтому, в моем понимании, наверное, штурмовая кассета все-таки более интересное устройство, чем крупнокалиберная картечь, по крайней мере, на бумаге. Что же касаемо редкости этих устройств, да, штурмовую кассету можно будет забрать только за финальный этап. Финальный этап – это тот этап, в котором только лишь одна команда заберет приз. А если здесь заберет лишь одна команда приз, то, значит, вы понимаете, насколько будет уровень редкости этого устройства, да. И насколько тяжело будет его получить. Будет ли какой-то дисбаланс с точки зрения этих устройств, да, будет ли они суперимбалансны? Я думаю, что нет. Я думаю, что суперсильно ни одно из этих трех устройств себя в матчмейкинге не покажет. Да, и поэтому, если вы вдруг переживаете и думаете о том, что я очень сильно хочу получить это устройство, то, ну, наверное, его можно получить ради разнообразия. Но это не то, что прям сильно повлияет на вашу результативность, да. На молот и так есть хорошие, сильные устройства, да. Но что касаемо вулкана, то вулкан просто-напросто на сегодняшний день не находится в супер-жёсткой мете. Пишите, что вы думаете по поводу этих устройств. Интересно было бы узнать вашу точку зрения, исходя из того, что я сегодня разобрал и прочитал. Что вы думаете из этих устройств? Будет имбой, не будет имбой? Ну и что из этих устройств вы бы хотели бы, чтобы я протестировал в первую очередь? Потому что, как показывает практика, да, самые интересные устройства знают лишь игроки. А я только так чисто могу что-то где-то предположить. Поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш по моему личному тегу. Тегу Тимпе. Вот здесь в настройках игры. Устанавливайте его. Дальше оформляйте покупочку. Ну и спускаетесь в описание и заполняете форму. Розыгрыш у нас довольно длительный. На 2 миллиона кристаллов. На 30 тысяч тонкоинов проходит. Поэтому обязательно участвуйте. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok